МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко примет сегодня верительные грамоты послов иностранных государств. Планируется, что верительные грамоты главе белорусского государства вручат дипломаты из Украины, Финляндии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Египта, Кореи, Непала, Таиланда и Новой Зеландии. Подробности в наших следующих выпусках. В Минске идет подготовка ко Дню независимости. Сегодня вечером на столичных улицах пройдет первая генеральная репетиция парада с участием военной техники. В связи с этим с 8 вечера до 5 утра будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Независимости улицам Сурганово, Орловской, Богдановича. На ряде участков на время проведения тренировки движение закрывается полностью. 3 июля в механизированной колонии будет около 200 единиц раритетных и современных боевых машин, танки, зенитно-ракетные комплексы, бронетранспортеры. Первой в парадной колонии проедет легендарная техника Великой Отечественной. Обещают удивить минчан и гостей столицы рота почетного караула. Своё мастерство продемонстрируют и российские десантники. К слову, они традиционные участники парада в честь Дня независимости с 2011 года. Высокой международной наградой медалями имени Флоренс Найтингел удостоены три медсестры Белорусского общества Красного Креста. Торжественная церемония пройдет сегодня в Минске. Флоренс Найтингел – легендарная сестра милосердия. В период Крымской войны работала в полевых госпиталях и спасла тысячи жизней. На свои деньги поставила на горе в Крыму большой крест из белого мрамора в памяти о солдатах, врачах и медсестрах, погибших на войне. По её инициативе была организована первая в мире школа сестёр милосердия. В Беларуси стали известны первые итоги централизованного тестирования. Максимальное 100 баллов по русскому языку получили 39 абитуриентов, по белорусскому 6, 0 у 20 поступающих. Результаты разместят на инфостендах в ВУЗах, а также на сайте Республиканского института контроля знаний. Узнать их можно и при помощи СМС-запросов. Вступительная кампания продолжается. Сегодня очередное тестирование по иностранному языку. Для тех, кто пропустит испытания по уважительной причине, есть резервный день – 4 июля. Наследие веков. Международный исторический фестиваль стартует сегодня в замковом комплексе «Мир». Он соберёт лучших представителей клубов реконструкции из Беларуси, России, Украины, Польши и Австрии. В программе рыцарские турниры, состязания лучников и арбалетчиков, массовые бои и постановочные сражения. Окунуться в атмосферу средневековья помогут музыканты и танцоры. Этот исторический форум по своим масштабам не имеет аналогов в Беларуси. В этом году он пройдёт уже в третий раз. Кто же станет самой красивой девушкой столицы? Сегодня назовут имя победительницы престижного конкурса «Мисс Минск». Финал пройдёт во Дворце спорта. За корону поборются 27 девушек. Позади у красавиц неделя упорной подготовки. Самые яркие моменты мы показывали в дневниках конкурса. Поэтому познакомиться с каждой из участниц могли и телезрители. Путём открытого голосования они уже выбрали «Мисс зрительских симпатий». Ею стала Мария Сморгун. Ну а обладательницы других титулов станут известны этим вечером. К слову, у красочной шоу на нашем телеканале зрители смогут посмотреть аж 6 июля в канун Купальской ночи. Мы следим за информацией. Заходите на наш сайт tv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 13.30.